Двор на пересечении улиц Октябрьская и Флотская ремонтируют. Работы планируют закончить в сентябре. В Магадане построят новый мемориал жертвам политических репрессий. Его проект обсудили с московской делегацией. Прыжки на точность с высоты полутора тысяч метров. Парашютисты провели соревнования в честь профессионального праздника. Расчистка Магадана от бесхозных и несанкционированных строений продолжается. С начала года вывезли уже более 500 подобных объектов. Сносом сараев, гаражей, ветхих построек и ограждений занимается управление административно-технического контроля мэрии города. Сегодня работы ведутся на Клубной, Попова, Шандара Шимича и Берзина. В планах продолжить уборку на Ямской, Колымской и Энергостроителей. До конца года очистят транспортную портовую, Зайцево и Арманскую. Очередность задач определяется планами благоустройства и строительства. Перечень корректируют с учетом обращений граждан и заявок коммунальных служб. Также объекты, подлежащие сносу в ходе мониторинга городских территорий, выявляют инспекторы. Сносу самовольно установлены движимые объекты, которые не имеют земельного участка. Узаконенного, будем так говорить, это либо в собственности, либо в аренде. То есть там, где объект стоит на собственном участке, то есть выделен официальный земельный участок, естественно, мы такие объекты не трогаем. Потому что любой вывоз, любой снос предшествует определенному сбору материалов. То есть у нас инспектора административно-технической инспекции проводят определенную процедуру, предусмотренную постановлением 157-м о сносе-вывозе движимого имущества. Там прописана вся процедура. То есть собираются определенный пакет документов, делаются запросы, устанавливаются, есть выделен земельный участок, нет. Пытаемся установить собственника. В план работ по сносу и вывозу включаются различные сараи, гаражи, кладовки, ветхие парники, обломки ограждений и брошенные авто. Специалисты ведут активную работу с собственниками. Предоставляется возможность переноса объекта на разрешенную территорию. Всего до 2030 года в рамках реализации программы «Столица» в Магадане предстоит снести порядка 5000 бесхозных, ветхих и незаконных построек. Дворы на пересечении улиц Октябрьской и Флотской благоустроят к сентябрю. Об этом рассказал начальник отдела дорожного хозяйства департамента САТЭК Василий Рыжков. Работы ведут в рамках программы формирования комфортной городской среды. Стоимость ремонта двора – 78 миллионов рублей. На эти деньги смонтируют почти 3 километра бордюрного камня. Также заасфальтируют 11,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. По проекту предусмотрено максимальное увеличение проездного расстояния между домами. Кроме того, обустроят 4 игровых комплекса – 1 взрослый и 3 детских. Также зону благоустройства в дальнейшем планируют заново озеленить. Контракт заключен до 30 ноября. Он делается специально до этих дат, потому что, много раз говорил, после окончания работы есть какая-то процедура принятия, исполнительные съемки, документы. Но фактически мы планируем закончить этот двор к середине сентября. У нас ничего не мешает его закончить. Благоустройство дворов и проезжих частей, жилищные вопросы, работы управляющих компаний – эти и другие темы обсудил мэр областного центра с магаданцами в рамках прямой линии. Немалая часть звонков касалась отсутствия уличного освещения. Люди жаловались, что фонари на некоторых улицах не горят, а темнеет сейчас раньше. Юрий Гришан пояснил, проблема будет устранена в августе, когда предприятие «Горсвет» завершит сервисные работы. Сотрудникам предстоит заменить более 9 тысяч светильников. Также колымчане обратили внимание на протекающие крыши. Жительница 80-го дома по проспекту Карла Маркса рассказала, что не раз обращалась в управляющую компанию с просьбой принять меры, но безрезультатно. Мэр пообещал уточнить планы работ в этом здании в фонде капитального ремонта, а также обсудить вопрос с руководством обслуживающей организации. Еще одна больная тема – дворовые территории. На их плачевное состояние жаловались жители 6-го дома на Гагарина и 15-го на набережной реки Магаданки. Там ни детской площадки нет, ни кто последнюю горку украли. Состояние здоровья. Ничего никуда не украли, убирают горки, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей. Мы сейчас работаем на 13-м доме, видите? Потом переходим на 13-й корпус 1 и дальше двигаемся к 15-му дому, чтобы соединить благоустройство прошлого года с благоустройством этого года. За три часа поступило больше трех десятков звонков. Подводя итог прямой линии, Юрий Гришан обратил внимание на то, что все озвученные вопросы, касающиеся работы муниципалитета, передадут соответствующие подразделения. Их постараются решить в ближайшее время. Олеся Хитогурова, Игорь Радченко. Специально для Карибу. Наркопреступность молодеет. Количество правонарушений, связанных с незаконным оборотом запрещенных средств, в целом по сравнению с предыдущими годами, остается на прежнем уровне. За шесть месяцев этого года в регионе зарегистрировали 124 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, выявили четыре факта их пересылки, ликвидировали один притон, пресекли культивацию наркосодержащих растений. Из оборота изъяли 872 грамма запрещенных веществ. Полицейские задержали 17 человек, осуществлявших нелегальную групповую деятельность с интернет-магазинами и занимавшихся распространением наркотиков с помощью тайников. Конечно же, печально осознавать и констатировать, что наркопреступность, к сожалению, молодеет. В настоящее время общий возраст наркосбытчиков уменьшается, увлекается молодежь, которым свойственна тяга к новым информационным технологиям. Почти миллион рублей перевела Магаданка незнакомцам, которые представились сотрудниками полиции. После поступления денег на их счет они перестали выходить на связь. В дежурную часть отдела МВД России по городу Магадану с заявлением по факту мошенничества обратилась 76-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что на номер ее телефона поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили гражданку в том, что ее денежные средства под угрозой и их необходимо как можно быстрее перевести на безопасные счета. Пенсионерка обналичила 960 тысяч рублей и перечислила их на номер банковского счета, указанный лжеправоохранителями. После этого кибермошенники перестали выходить на связь, а женщина, осознав, что ее обманули, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 6 лет. В Магадан с рабочим визитом прибыла делегация правительства Москвы. Ее возглавила председатель комитета общественных связей и молодежной политики, заместитель председателя постоянной межведомственной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Екатерина Драгунова. Два делегата – уроженцы Магадана. За круглым столом с членами делегации собрались представители органов исполнительной власти региона. Магаданские историки, общественники и активисты, занимающиеся восстановлением и сохранением памяти о репрессиях. Настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутово Кирилл Каледа рассказал о Бутовском полигоне, где было расстреляно более 20 тысяч человек. Бутово, так же как и Магадан, это не просто географическое название на географической карте России. Это именно нарицательное, которое связывает нас с теми непростыми страницами истории. И Бутовский полигон действительно является русской голубокой, потому что в период с августа 1937 по октябрь 1938 года, то есть в период большого террора, на этом месте было расстреляно и захоронено 20 тысяч 762 человека. В планах у московской делегации большая экскурсия по региону. В ближайшие дни общественники намерены не только побывать у монумента «Маска скорби», но и прикоснуться к другому памятнику истории ГУЛАГа – зданию штрафного изолятора, который в дальнейшем планируют превратить в музейный комплекс. Самый крупный проект, я надеюсь, что он будет реализован, хотя много очень сложностей в данном случае. Это мемориал, который как раз на базе ШИЗО, штрафного изолятора, будет и участка земли, где будет расположен этот мемориал. То есть сам музейный комплекс это здание непосредственно. В беседе гости рассказали, что готовились к поездке на Колыму более трех лет. Из-за пандемии визит перенесли на год, изменили программу. Теперь в ходе встреч с колымскими активистами члены Московской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий намерены обменяться опытом, идеями, проектами и наработками. Алексей Кузнецов, Илья Пачин. Специально для «Карибу». Состоялся этап чемпионата Магданской области по парашютному спорту. Среди участников не только колымчане, но и гости из Москвы. Состязание провели совместно с организацией «Крылья Магадана». Подробности соревнований далее. Перед подготовкой, экипировкой и прыжками официальное построение и открытие состязаний. Руководителям школы парашютистов вручают подарки представители Департамента спорта региона и муниципалитета. Возрастной диапазон участников широкий от 18 до 50 лет. Прыгают с разных высот от 1200 до 1500 метров. Главная задача приземлиться как можно ровнее на маты, установленные в местах посадки. Соревнования будут проходить по точности приземления. То есть маты, которые вы видите, на них надо приземляться. Там лежит датчик, в этот датчик надо попадать и будет загораться циферка. Чем меньше циферка, тем лучше результат. Вот примерно так. Участники соревнований – спортсмены с большим стажем. У каждого второй разряд по прыжкам с парашютом и выше. Отдельно проведут этап для малышей и младшей группы с третьим разрядом. Вместе с магаданцами прыгали также московские парашютисты. Они работают с нами в рамках регионального проекта «Крылья Магадана», который мы выиграли в этом году. И ребята были приглашены нами, потому что мы благодаря городу и области при поддержке губернатора закупили сейчас много парашютов и для начинающих парашютистов, и парашютные системы мы окомплектовали сборную новейшей парашютной техникой. Те, кто продемонстрирует лучшие результаты в точности прыжка в личном зачете, смогут показать себя в следующем этапе соревнований, где будут отрабатывать уже другие виды упражнений. Алексей Кузнецов, Игорь Радченко. Специально для «Карибу». Далее в эфире прогноз погоды. Не переключайтесь. Это все новости к данному часу. Смотрите телеканал «Карибу». Мы рассказываем о самом важном и актуальном. В студии работал Алексей Кузнецов. До свидания. Скоро будут новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин